Дорогие друзья, всем-всем-всем огромный привет! Всем привет из Канады! Я сегодня к вам с видео о моей коллекции пальто. Да, я знаю, звучит это довольно странно и как-то... Ну, не очень красиво, наверное, коллекция. Это что-то такое редкое. Коллекция украшений, коллекция картин, коллекция фарфора. А пальто это пальто. Но, тем не менее, я считаю себя коллекционером одежды. Меня обвиняют, что я очень много трачу денег на одежду. Покупаю, 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 что я бесконечный шапоголик. Я себя называю коллекционером. И я всем всегда говорю, что человек, который коллекционирует марки, покупая, казалось бы, для всех остальных ненужные бумажные квадратики за сумасшедшие деньги, складывая их в альбомы, которые пылятся у него дома, точно так же непонятен для большинства людей. Или человек, который целый день сидит с удочкой и ловит рыбу, которую можно пойти в магазин и купить. Тоже непонятен для очень многих людей. Но, тем не менее, они почему-то не вызывают какого-то такого астракизма со стороны окружающего общества, как люди, которые любят покупать, например, одежду. Вот чем, например, пальто хуже, чем квадратики, которые складывают в альбомы, и они пылятся. Хотя бы пальто можно на себя надеть и носить. А марки – это такое дело. Но люди любят, люди собирают. И люди собирают всякую такую ерунду, мелкую, большую. И как бы это всё нормально. Никто не называет их маркоголиками, загрязнителями планеты. И вообще не приклеивают им всякие не очень лицеприятные эпитеты. Но после такого длинного вступления, которое, может быть, я вырежу, потому что я думаю, что оно вызовет неимоверное количество очередную, так скажем, волну эмоций на моём канале, которое я, если честно, не очень люблю. Хотя считается, что чем больше эмоций, тем лучше канал развивается. И это уже такие ютюбовские дела. Некоторые ютюберы сами заваривают вот эту вот кашу с кучей комментариев, которых там их обвиняют в чём-то, их там ругают и так далее. Они сидят, потеряют лапки и говорят, прекрасно, всё замечательно. Мой канал пошёл в гору, потому что чем больше комментариев, тем больше лайков и дизлайков в том числе, тем лучше для канала. Я хочу вам показать, короче, мои пальто, которые я очень люблю носить осенью и весной, поскольку у нас хоть уже и весна, но ещё довольно холодная, до лета ещё далеко, до сарафанчиков ещё немножко далеко, хотя я снимаю уже видео на эту тему. У меня есть такой набор моих пальто любимых, которые я ношу практически вот в течение вот нескольких этих месяцев, демисезонных, хотя в Канаде очень короткий вот этот вот переход от зимы к лету. Вот мы носим пуховики и вот мы уже одеваемся в летнее платье. Но, тем не менее, всё это масс-маркет, хотя некоторые из них имеют очень хороший состав, очень много шерсти, хлопка, натуральных тканей. Всё, давайте перейдём, я вам буду показывать. Упление получилось, как всегда, длинное. Прошу прощения, давайте смотреть на мое пальто. Пойдём от тёмненького к светленькому. Начинаем мы с пальто чёрного цвета, пальто из леченым. Всё синтетика, буклированная ткань. Я подойду поближе, покажу вам ткань. Очень удобный фасон. Просто вот такое вот пальто, которое застёгивается на кнопку и завязывается на пояс, как такое пальто-халат. Несмотря на то, что оно сделано из синтетики, оно очень тёплое. Ношу его реально, реально ношу его тогда, когда на улице ещё довольно прохладно. Благодаря базовому фасону и базовому цвету чёрному оно подходит абсолютно ко всему. И я считаю, его очень удачный покупок. И тем более, что купила я его на селе на какой-то распродаже. Вот такая вот ткань букле. И вот такой вот обычный фасон. Строгий, классический пальто Супер. Самое удобное из всех моих пальто в моём картеробе. Самое часто носимое. Второе пальто. Это пальто из Зары. Ношу его тоже очень часто, потому что очень удобная расцветка, удобный фасон. Видите, оно чёрное с серым в клетку. Очень такой тоже базовый фасон и базовая расцветка. Ну, это второе и последнее пальто базовой расцветки. Вы знаете меня. У меня очень мало таких вещей. Дальше пойдёт вещи повеселее. Я просто начала с таких простых, обычных. Это пальто из Зары. 62% шерсть и остальное полиэстер. И подкладка 100% вискоза, по-моему. То есть, вот я хочу сказать, что в Заре есть очень много вещей, особенно пальто, с присутствием шерсти, сшитых из натуральных тканей. Как правило, мы шёвы расстёгнуты. Оно тогда более какое-то такое объёмное. Покупала я его, когда я была немножко меньшего веса. И, естественно, оно было прям такое у меня, знаете, оверсайз, большое. А сейчас так уже так, в принципе, я в него застёгиваюсь. Ещё всё, но уже так. В общем, тонкий свитер на мне сейчас кашемировый. На толстый свитер оно не застегнётся. Мне можно пишет пуговицы, но, если честно, я просто его ношу, как правило, в расстёгнутом виде. Немножко у него такой мужской фасон по крою и немножко мужская расцветка. Но суперудобная, супер... Как сказать, версатал. Ну, в общем, можно использовать практически с любым гардеробом. Вы видите, на мне сегодня надет серый свитер и белые джинсы. Потому что, чтобы вот не спорила моя одежда с моим пальто. Накладные карманы. В общем, классное пальто. Очень удобное, тёплое, потому что полушерстяное, но при этом лёгкое, такое совсем не тяжёлое. Его можно носить вот просто так, накинувшись в расстёгнутом виде, накинувши его на что-то сверху. Любую цветную одежду я под него надеваю, потому что оно такое вот довольно базовый цвет. Ещё одно пальто. Это пальто из манго. Я сейчас потом отойду подальше, покажу вам. Наверное, сначала поближе подойду, чтобы вы видели, какая у него расцветка. Видите, мелкая-мелкая такая клеточка. Чёрно-бежево-бордовая. Не яркое тоже пальто, но уже как бы появился некоторый цвет. Интересные вот такие вот пуговицы. Интересные формы пластиковые. Двубортное пальто. Оно мне очень как раз совершенно, но повторюсь, я очень редко пальто застёгиваю, потому что я в основном передвигаюсь в машине, и мне как бы не нужно, я не иду по улице там, где мне в лицо ветер, там всё вот это вот, и что мне нужно там застегнуться как следует, чтобы не замёрзнуть. То есть я сажусь в машине, в машину в гараже, приезжаю тоже, выхожу в гараже, и если приезжаю на работу, то мне нужно сделать два шага от парковки до входа в здание, где я работаю. Так что я редко застёгиваю пальто, тем более такие пуговицы. Довольно трудно их застегнуть, но пальто тоже довольно базового цвета, но уже такой присутствует, лёгкий такой, такая искорка бордового. Но, честно сказать, его тоже можно носить абсолютно-абсолютно с любыми вещами, с любыми расцветками, потому что в нём очень мало цвета, практически нет. Тоже немножко такой мужской расцветки, мужского такого костюма английского, и фасон тоже довольно мужской, обыкновенное вот такое двубортное пальто, длину я вам сейчас покажу, отойду. В составе очень много хлопковискозы и что-то ещё, по-моему, только 14% в ткани полиэстер, а всё остальное ткани натуральные. То же самое подкладка, по-моему, процентов 80 вискоза и что-то такое у вас там. Вот, вот такое вот пальто. Вот так оно выглядит в полный рост. В карманах какие-то, какие-то реситы у меня лежат. Наверное, от него, от этого пальто, которое я покупала, сейчас я вам скажу даже, сколько оно стоило. 40 долларов, представляете? Потому что покупала я его не в Манго, а в нашем магазине Винерс, это наш канадский ТГ Макс, где привозят всякие остатки разных коллекций, в том числе и Манго, в том числе и Зара, и не только, из разных магазинов, в том числе и масс-маркет. И в Манго никогда в жизни за 40 долларов я бы такое пальто не купила, а вот в Винерсе за 40 долларов мне досталось вот такое вот прекрасное, замечательное, красивое пальто. Оверсайз, такое большое, широкое, немножко такое мужское, но, в принципе, я его очень люблю, еще и потому, что под него можно надеть любой толстый свитер, какой-то жакет даже можно надеть. Здесь, в принципе, плечи позволяют, здесь такой достаточный объем и достаточное место. И пройма рукава, несмотря на то, что кажется, что она небольшая, но сюда такие довольно широкие свитера с широкой проймой, низкой, довольно хорошо помещаются. Вот такое вот замечательное пальтишко. Ну все, мы закончили с базовыми пальто, что-то не сказала пультами. Мы закончили с базовыми пальто, базовых расцветок и перешли к таким веселеньким, жизнерадостным, необычным расцветкам. Это пальто из Зары. Значит, сейчас у нас будет серия пальто из Зары, которые те, кто не любят и ругают Зару и говорят, что в ней одна синтетика и один полиэстер, я хочу вам повторить еще раз, я большой, так сказать, защитник Зары, еще и потому, не только потому, что я просто люблю Зару, а еще и потому, что в ней действительно в этом магазине можно купить вещи из натуральных тканей прекрасного качества. Вот это пальто и последующие еще два я вам покажу. Это стопроцентная шерсть и подкладка стопроцентная вискоза. Можно кое-где еще купить пальто из стопроцентной шерсти, конечно же, я это понимаю, не только в Заре, но за те цены, что на распродаже можно купить пальто шерстяное в Заре, вы не купите его нигде. Его оригинальный прайс был довольно дорогой, что-то около двухсот долларов, наверное, но я купила его, конечно же, на распродаже долларов за пятьдесят. Назовите мне еще один магазин, где вы за пятьдесят долларов можете купить чисто шерстяное пальто, к тому же из, в принципе, который и выглядит довольно интересно, необычно и симпатично, и довольно интересный покрой. Вернее, крой обыкновенный, но очень интересная расцветка, очень интересная ткань. Немножко зеленого, немножко бордового. В принципе, неудобство этого пальто заключается в том, что под него уже нужно что-то подбирать, что надевать. Хотя, если честно, я особенно не заморачиваюсь. Вот я могу надеть абсолютно любую одежду с этим пальто. Опять же, очень редко с ним что-то спорит из моего кардероба, моих платьев каких-то, что вот я надеваю сверху это пальто, и это выглядит как-то несуразно. Если честно, то вот эта вот расцветка, она какая-то, несмотря на то, что она, в общем, как бы не черная, не бежевая, не серая и не базовая, но вот что-то такое в ней есть, что я, надевая его, как правило, не испытываю никаких проблем с тем, что у меня надето вниз. Вот, поэтому, как бы, не могу сказать, что в нем есть уж такой большой недостаток, как его расцветка. Значит, оно выглядит довольно длинное. Ну, нормальная длина, не очень длинная. Прямое совершенно пальто, прямого кроя, обычный, тоже такой мужской покрой, но довольно хорошо сшито, хорошо сидит, тоже довольно свободная. Под него можно надевать толстые сальтера, можно надеть жакет, вот тут уж точно пройма широкая, под которую можно надеть все, что угодно, много чего. Вот, и вот такое вот пальто, очень его люблю и часто, часто использую, часто ношу. Еще одно пальто из Зары, не 100% шерсть, 91% шерсти, 9% полиамид, подкладка, 100% вискоза. Очень необычная расцветка и необычная ткань. Вот, посмотрите, видите, она немножечко ворсистая, и посмотрите, какая интересная расцветка. Немного, да, напоминает ковер, немного напоминает гобелен, но, по-моему, совсем немного, и в этом его необычность. И красота, на мой взгляд, вот, видите, здесь как-то вот лучше видно его расцветка. Я покупала тоже, конечно же, его на распродаже тоже долларов за 50, максимум за 75, максимум. При тоже начальной цене долларов 200. Кто меня смотрит, девочки, вы, наверное, его помните, я осенью его довольно активно носила и часто в нем делала примерки, и часто ходила в нем в магазины и примеряла, и вы на мне его видели. Вот так оно смотрится издали. На мой взгляд, оно бесподобно красивое. Именно вот такой своей необычной расцветкой, необычным, необычным, таким, знаете, рисунком, нехарактерным для пальто. Получаю массу комплиментов в нем всегда, потому что все смотрят, думают, что это что-то супер-пупер, фирменное, брендовое, какой-то люксовый бренд или что-то такое, и очень часто меня спрашивают, откуда это пальто, люди в жизни и зрители моих видео, когда я в нем снимала. Вот такое вот, тоже красивое пальто. Опять же, повторюсь, несмотря на то, что оно не базовое расцветки, не однотонное, я практически все могу с надеть, потому что, несмотря на то, что оно, в общем, такое необычное расцветки, в принципе, это бежевое пальто. Бежево-серое, вот если вы присмотритесь к его рисунку, то рисунок неяркий. И в основном присутствуют бежево-серые тона, такие немножко рыжие-коричневые, ну, в общем, очень, в принципе, базовые цвета, которые абсолютно-абсолютно идут со всем, абсолютно со всеми вещами. Вот такое вот тоже пальто, тоже объемное, широкое оверсайз, удобное, легкое, ну, в общем, все, что можно. Еще одно пальто из Zara, шикарное, бесподобное пальто, пудра розовая, пудра розовая, неяркий цвет, состав 60 с чем-то, по-моему, шерсть, 14 альпака и остальное синтетика и подкладка стопроцентная вискоза. Это, знаете, вот из разряда вот этих вот пальто, из Zara, которые сшиты из итальянской ткани. Вы знаете, наверное, что есть вот такой вот значок во многих некоторых пальто из Zara, где пришит вот этот значок, что он сделан из итальянской ткани. Ткань сделана в Италии. Часто бывает 75% шерсти. Здесь немножко другой состав, здесь меньше шерсти, но шерсть есть с альпакой, потому что оно, видите, вот такое вот, как сказать, немножко с ворсом, немножко пушистое. Оно у меня несколько лет. Я не могу сказать, что я его очень часто ношу. Ну, в силу такой, знаете, все-таки розовое пальто, это оно обязывает. Вот что-что, да, я должна сказать, что я не совсем могу его надеть. Хотя вот абсолютно однотонная ткань, светлая розовая ткань, которая, в общем, должна бы совсем сочетаться. Даже не в том дело, что оно не совсем сочетается, но не всегда мне хочется бродить в розовом пальто, потому что, во-первых, оно довольно маркое, и, ну, знаете, вот иногда хоть не хочется очень сильно, как сказать, светиться. Ну, вот хочется одеть что-то черненькое такое, беженькое, знаете, не-не-не, потому что розовое пальто бросается в глаза на вас обращать внимание. Не всегда хочется, чтобы на вас обращали внимание. Иногда хочется так походить тихонько, инкогнито. Короче, пальто это, ношу редко, но оно абсолютно не скаталось, ничего с ним не случилось. Вот это, судя, оно довольно ворсистое, но никаких катышков, ничего в нем нету. Пальто шикарное. Я тоже получала миллион комплиментов. Когда я его надевала, вот так вот оно выглядит. Очень красиво выглядит, и тоже очень удобно. Такое большое, широкое. Это размер Larch. Все остальные, наверное, тоже, в принципе, более или менее. Larch, medium, maximum, medium. Вернее, минимум medium. Все считают, что это какая-то мактмара или что-то очень, какое-то очень дорогое пальто, и все очень удивляются, когда я говорю, что это пальто из Zara, потому что, опять же, у людей такая стигма, что все, что из Zara, это барахло. Но, как вы видите, нет, и состав прекрасный, и фасон замечательный, и носится очень хорошо, и выглядит шикарно. В общем, все, что нужно. Это, конечно, моя любовь, одно из моих самых любимых пальто, и одно из моих пальто, которое я реже всего ношу в силу цвета, и как бы, не знаю, это сложный вопрос, почему так происходит, но тем не менее. И каждый раз, когда я его на себя надеваю, я думаю, почему я так редко его надеваю, это же так красиво. Но каждый раз, когда я выбираю, что мне надеть в качестве пальто, у меня рука тянется к чему-то потемнее. Не знаю, вот такая вот странная моя природа. И последнее пальто, это белое пальто. Да, это звучит немножко смешно. Ну, вот я вся встаю, такая в белом пальто. Да, именно так. Это пальто из H&M. Куплено, не помню, когда. Стоило тоже на селе долларов 40, что-то такое. За больше я бы не стала покупать, наверное, белое пальто. Потому что действительно вещь очень непрактичная во всех отношениях. Как и в смысле маркости, так и в смысле чистоты его употребления, так скажем. Опять же, по причине того, что белое пальто обязывает вас к чему-то, ну, трудно сказать, я не знаю, мне трудно это объяснить, но, в общем, обязывает. Это довольно обязывающая вещь. Особенно у нас в Канаде. Я вам хочу еще сказать, что все, что я говорила по поводу розового пальто, повторяясь по поводу этого пальто, у нас в Канаде не принято совершенно носить такие вещи. У нас все ходят такие черно-бежево-серые, не, не бежевые, черно-серо-коричневые, синие, все верхняя одежда, как правило, очень немаркая и очень такая яркая, и чтобы она не пачкалась, не бросалась в глаза, и, в общем, ну, так у нас принято, так у нас одевается, у нас вообще не принято ярко одеваться в какие-то яркие броски и расцветки, на таких людей немножко так косо смотрят, ну, не то, что, в общем, косо смотрят, а замечают, и не всегда хочется выделяться, иногда хочется не выделяться, а в таком пальто, в Канаде, вы будете выглядеть очень ярко и очень броско. Опять же повторюсь, я живу в маленьком городе, в пригороде, может быть, в Торонто или в Ванкувере, в Монреале, в больших городах можно так ходить без особых, чтобы не вызывать к себе слишком большой интерес, но я не знаю, вот в больших городах люди в основном передвигаются ездить на метро, и я не знаю, хорошо ли такое пальто для метро, я думаю, что, ну, в сухую погоду можно. В моем городе, в пригороде, где я живу, это очень близко от Торонто, но это все-таки пригород, и здесь народ как-то одевается уже в основном так попроще. Белое пальто, очень красиво, белое пальто, это безумно красиво, пальто-халат, в нем нету пуговиц, но есть вот так вот, оно просто запахивается и завязывается на пояс. Тоже довольно широкое, большое, оверсайзное, вот такое, видите, по-моему, это видео размер, вот такое оно длины. Выглядит шикарно, белое пальто всегда выглядит шикарно. Опять же, повторюсь, если вы хотите, чтобы вас замечали, вы наденьте белое пальто, и вас все заметят. Если вы не хотите, то не надевайте белое пальто. Иногда мне хочется, чтобы меня замечали, иногда нет. Вот когда мне хочется, я надеваю это пальто. Носила его нечасто, буквально несколько раз. Я, когда его примеряла в магазине H&M, я делала примерки, я примеряла это пальто, мне одна зрительница, девочка, написала, что у нее есть такое пальто, оно очень быстро у нее скаталось. У меня она пока не скаталась, потому что я носила его действительно редко, и, наверное, если его носить каждый день, то, возможно, оно скатается, потому что это синтетика, это H&M. Но, вы знаете, я все-таки считаю, что инвест много денег под такое пальто, это неразумно, потому что оно действительно в основном таки висит у меня в шкафу. Надеваю я его очень редко, но надеваю. Красиво, ничего не могу сказать, это очень красиво, очень нарядно, очень элегантно, абсолютно не важно, что на вас уже надето там внизу. А если вы сделаете такой то, то вот у меня, например, белые ботинки и белые джинсы, то это вообще, конечно, по-моему, очень, очень даже красиво и элегантно. Вот такое вот последнее мое пальто. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое у меня видео, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Я знаю, что все девочки любят заглядывать друг другу в шкаф, и вот вы можете считать, что вы заглянули в мой шкаф и посмотрели на то, какие пальто я ношу весной и осенью. Это не зимние, так сказать, зимой у нас только пуховики, а очень скоро у нас уже станет тепло, и все, мы уже перейдем на какие-то легкие плащи, какие-то жакеты, в общем, кардиганы, а потом уж совсем в сарафаны влезут. Все, буду прощаться, надеюсь, что у вас все хорошо, что все здоровы, все счастливы, у всех все в порядке. Желаю вам хорошего дня, и с вами была ваша Дита из Канады. Всем пока! Пока-пока-бай!